Четвертый матч серии плей-оффов На площадке Михаил Фисенко, Никита Михайлов и Егор Бабенко в атаке. Сегодня, кстати говоря, у Максима Березина 700-й матч в КХЛ. Опасный, опаснейший момент. И Влад Подъяпольский спас свою команду. А это уже Рид Буше заряжает из правого круга. Для отельятинцев. Мартынов отдает на Юрчо. Еще одна передача прошла. И снова Подъяпольскому приходится пластаться во вратарской. И Никита Холодилин плюс Марк Вербе как тринадцатый нападающий. Мне кажется, каркас ворот сейчас спасает ворота. А вот этот вот бросок... Да, действительно, штанга. С играми тоже показалось, что каркас воротов и от уверенной игры в вратаря зависит в целом исход серии, исход сезона, я бы даже сказал. Хороший разрушил Ады. Дальний бросок. И шайба задевает сетку. Да, как это от... Приватный калишник на вбрасывании. Все это превращается в бросок Игумнова. И еще один бросок последует. Опять Подъяпольский. И не попал в скороворот. И контратака. Выход практически один ноль с неудобной... Бросок с неудобной руки. И вот начинается то, о чем я и говорил, да? Дает тормозам в трапеции. Сильная передача. Проброса не будет. Какой удачный отскок. Бросок отбивает Хомченко. И это опять Бабенко на острие атаки. Конечно, Лада очень уверена. Так, момент. Попугаев, это гол! Какой отскок и какой шанс у Никиты Попугаева возник. И он им воспользовался. 1-0 в пользу Тольятти. Такое ощущение, что Тольятти очень хорошо знает отскок от борта. Потому что уже не в первый раз пользуется этим. И Шайба после подставленной клюшки буквально вываливается на пятак. И если нападающий на скорость, то защитникова мячей надо постараться перестроиться со спины на лицо. И как раз вот этим воспользовался Попугаев. Обогнал своего визави. Это провокация. Попугаев еще одно удаление зарабатывает для соперника. И это полторы минуты 5 на 3. Крайне непростая. И Ладе это удалось. Космачук бросает. Попадает в блок. Шеребзянов еще и в падении вытягивает клюшку. Борется до последнего. Космачук подставляет сейчас на пятаке Остап Сафин свою клюшку и едва не забивает. Вот такая концовка первого периода у нас. Георгий, завершился первый период. Обоюдно острый хоккей наблюдали в первые 20 минут. Удалось отличиться Никите Попугаеву. Как оценишь происходящее на площадке? Очень правильно наиграем. У нас нет права на ошибку. Нам некуда отступать. Мы стараемся идти всеми силами вперед. Что получается, то получается. Вот этот навал сработал. В итоге вылился в гол Никиты. Наверное, так. Очередной аншлаг сегодня на Ладе арене. Скажи, насколько мотивирует, дает положительный заряд такая атмосфера? Да, спасибо болельщикам за поддержку. Они сегодня очень сильно нас гонят. Мы стараемся еще сильнее. Это нам, безусловно, помогает очень сильно. Там был Хомченко, поэтому очень уверенно заряжает сходу Алты Бармакяна. Вот тут Хомченко посложнее пришлось. Вот этот опасный бросок со стандарта Алты Бармакяна. Неплохо тольятинские ребята работали на вбрасами. Подал игрок Лады. С собой еще игрока авангарда утянул. Тем временем выход и бросок опаснейший. Авангард мог сравнивать, но Райан Спунер не забивает. У авангарда Ткачев подбивает ему клюшку. Шайба уходит к сопернику. Алты Бармакян против Шеребзянова. Бросок Андрея. Попытка добить. Хомченко на этот раз останавливает игру. И дальше пошло-поехало. На пятаке Куликов. Шеребзянову это очень не нравится. На вратаря, чтобы выводить его из себя. Но удивительно, что это делает Куликов, потому что... Туда, где эта шайба. Байков. Мощно. Запомнил, да, кто это сделал. Отличный, отличный славой прием. Вот это мне нравится, конечно. А как будто во многом спасибо Ладе за это. Да, а мячи думали, что... О, то и у нас сразу же. Сразу же. Камера. Камера переключается. И мы видим Иванюженкова, который скинул перчатки. Если не ошибаюсь, это Холодилин. Удары с правой пошли. Иванюженков. Стянул свитер. Теперь наплечник тоже скидывает своего оппонента. Холодилин пытается ответить. У Иванюженкова прошел удар с правой. Дальше в борцовской стойке. Небольшая пауза в этом бою. Холодилин пытается все-таки пробить через всю защиту Иванюженкова. Попробовал снизу в район Селезенки. Иванюженков в это время сверху наносит свой удар. Всего разделе прям Холодилин. Здорово побились. Здорово. Отличный сезон у Дамира Шеребзянова. Ох, какой бросок! Это Рид Буше! Вот так вот поздравляют на скамейке человек, понимаешь? Авангард верхом на звезде. На одной из главных звезд континентальной хоккейной лиги. Рид Буше. Под Япольской ты же вообще ничего не понял. Ну, она вылетела неожиданно. И из-под защитника даже. Очень быстро. Берегут силы на третий период. Ткачев рвется к воротам. Передача прошла. И Ткачев умудрился бросить. Сумел, понимаешь? Сумел. Из-под конька, да? Ну и передача, да. Наитончайшая передача. Игумнов тащит шайбу по борту. Опять вперед. Ткачев задерживается на смене. И создает опасный момент. Николишин караулил на дальней штанге. Это чем-то напомнило вторую игру, когда Иван в овертайме победную забил. Как раз с той точки. Долгая атака авангарда. Ускорился. Накрыли его вдвоем тольяттинцы. Перехват Лады. Наброс его вратаря. И по отскоку уже очень активно работает Талтубармакян. Это видишь, увидел Офисенко. Поляков. Ой, прошу прощения. Да, Куликов увидел своего партнера. Кубышев уже за ворота поехал. Мартынов оставил его. Остался на своей штанге. Бросок издалека. Это гол. Рикошетит шайба. Попадает в ворота. И сразу Комченко смотрит на Бойкова. Первая шайба в плей-офф континентальной хоккейной лиге. Да, неудачные действия защитника. И Комченко-то играл, в принципе, по броску. Но защитник хотел сблокировать ее. Там вообще еще Джозеф стянул свою клюшку. Неравные составы. Пять на пять. Все это. Момент, когда Бушей используется. А сейчас Холодилин едва не сравнивает. Обратная передача Игумнова. Мощнейший бросок. И уже у Подъепольского возникают вопросы к своей обороне. Это Райан Спунер, который так и не обманул Семина своими движениями. А вот Ткачев создает момент для Буше. А мы смотрим опасный момент, который создал для партнера Владимира Ткачев. Юрч, когда много разговоров о нем было, как о таком еще одном талантливом словацком нападающем. Тем временем бросает Бабенко. Бабенко опаснейший момент у Лады. Бородкин. И опять нет проброса. Опять момент у Лады. Из этого возникает Кугрышев. Какой вираж. Какой шанс. Хотели самое главное побольше из этого периода выжить. Но мячи терпят. Это вот опаснейшая атака на последних секундах. И у нас 40 минут игры позади. Дамир, плотный яркий матч наблюдаем сегодня. С обилием силовой борьбы, голевых моментов. Твои комментарии по игре и насколько тяжело сегодня приходится? Интересная игра на самом деле. Такая плей-оффная, вязкая очень. Соперник хорошо играет, ему некуда уступать. Мы тоже моментами играем очень прилично. Были моменты забить и вырваться уже вперед. Но, к сожалению, у них играет хорошо вратарь. А мы где-то допускаем ненужные ошибки. Но ничего страшного. 20 минут исправим, выйдем, забьем гол. И выиграем игру. Большое количество удалений по ходу матча «Авангарда». С чем это связываешь? Соперник заставляет принимать такие решения своими активными действиями? Или же подводит дисциплину? Нет. Сегодня просто у всех задача потренировать наше мельчинство. И их небольшинство. Видимо, поэтому так получается. Гостевой сектор «Лада-Арена» сегодня еще больше заполнен вашими болельщиками. Чувствуется ли их поддержка? Конечно, да. Наши болельщики, они везде. Всегда чувствуем поддержку. Большое спасибо. Не все поменялись у «Авангарда». Насколько я понимаю, не все хотят. Какой бросок. Это Юрчо. Перед Качев и Буше. Передача на пятак. Юрчо. Жофяров. Такое скрытое оружие у «Авангарда». Момент у «Лада». Бросок. Хомченко перед собой отбил. И со вторым броском справляется Дмитрий Кугрышев. Как же он опасен. И все стояли ждать. Что же здесь делают? Еще в скидка и бросает Валентин Пьянов. Под Епольский. А был Буше. На отскочившую шайбу. Откидывает ее в сторону. Перехват Попугаева. Опаснейший момент. Это снова выход в ноль. Но это снова гол Никита Попугаев. 3-1. Длинный эпизод. Передача. Перехваченная шайба. И очень легко он это делает. Как же просто он разбирается в своих ситуациях, в своих моментах. Момент у Астапа Сафина. Бросок поворотом. Контроль. Аккуратность. Надежность. И вот такой момент. Космачук переводил под бросок. Выскакивает Пачок в центр Прохоркину. Попытка вернуть шайбу. Тольяттинцы подстроились. Отобрали. И теперь побежал к пустым воротам Бабенко. Бросок с неудобной. Это гол. Это 4-1. И добро пожаловать в Омск. Вторая шайба Егора Бабенко в этой серии. Шайба, которая на сегодня снимает все вопросы. Но большой список этих вопросов переносится уже на пятую игру, которая пройдет на G-Drive арене. Приятно, когда тебя свистывают, когда недовольны. Приятно выиграть на чужой площадке. Но сегодня мячам этого сделать не удалось. И отлично, что у нас практически нигде нет серии 4-0, я так понимаю. Правильно? Вообще все серии, те команды, которые ниже по 7, так или иначе одну шайбу, одну игру смогли склонить. Олег Владимирович, поздравляем вас с победой. Обоюдно острый сегодня. Контактный хоккей наблюдали, но в плей-офф по-другому и не может быть. Насколько довольны результатом игрой? Ваши комментарии по сегодняшнему матчу? Ну, естественно, результатом очень мы довольны. Что касается игры, за исключением начала матча, где мы дали возможность сопернику создать очень много моментов голевых. Но дальше все было хорошо. И кроме начала, мне игра, содержание тоже очень понравилось в нашем исполнении. Настраивали ли сегодня как-то дополнительные ребята? Или и так все понимали всю важность игры сегодняшней? Мы на каждую игру дополнительно настраиваем. Ищем пути для дополнительной мотивации. Ну, стараемся как можем. Используем все способы, все методы. Поэтому я считаю, что ребята достаточно честно выкладываются на этих играх. Великолепная поддержка домашних трибун на этих матчах. Насколько помогала команде, как вы считаете? Очень-очень помогает. Я весь сезон говорю, что дома поддержка наших болельщиков очень ребятам помогает. И они сами об этом говорят. Это и нам видно. И сегодня даже я слышал, ребята сами перед выходом на лед кричали, что наши болельщики заслужили, заслужили победу. И они вот сегодня играли для них.